Здравствуйте! Вот есть такое замечательное животное, довольно распространенное. Называется это животное паук-водолаз. Это паучок, который живет под водой. И живет очень интересно. Значит, на первый взгляд все очень просто совершенно. Вот он, паук под водой. Видите, у него сзади какой-то такой пузырь. Это действительно пузырь воздушный. Живет он не просто под водой, он создает пузырь воздушный. И под этим пузырьком дышит воздухом. Значит, с поверхности, как обычно описывали эту историю, с поверхности он таскает туда пузырьки воздуха, вынырнул, к нему воздух, значит, между его волосиками на спине застрял, он туда нырнул, и вот он пополнил запасы кислорода. Так вот, простейший, так сказать, расчет позволяет выяснить, что ему там воздуха явно не хватит под этим колоколом. Но дело в том, что под этим воздушным пузырем действуют немножко другие законы, чем вот в нашем большом мире. Мы это, например, люди, киты, тюлени, повторить не сможем этот фокус. А вот паучок, он маленький, он может повторить. Дело в том, что происходит с газом. Вот скажем углекислым газом. Когда мы, человечество, изрыгаем из наших печей, выхлопных труб, из наших легких углекислых газ, куда он пропадает? Он не только усваивается деревьями, он растворяется в воде океанов. Так вот, когда дышит паучок, вырабатываемый им углекислый газ растворяется в воде, которая окружает его пузырек. Дело в том, что мы, человечество, очень большое. Мы, человек, отдельность, он очень большой. Если вот он будет под водой жить в таком воздушном пузыре, ну, скажем, под так изделие называется воздушный колокол. Представляете, вот опрокинутая, так сказать, кастрюля, под ней воздух, да? Вот. Большой такой, называется, водолазный колокол, под водолазным колоколом. Туда нужно поставлять постоянный воздух, накачивать его насосом. Вот. Конечно, через границу раздела между водой и колоколом воздушным идет газообмен. Но, представляете, отношение площади вот этого раздела газа и воды в нашем случае, в случае водолазного колокола, например, и в случае паука, оно принципиально разное. Здесь на один кубический сантиметр очень большая площадь приходится, а в водолазном колоколе маленькая. И тут успевает весь углекислый газ лишний раствориться в воде. И более того, идет обратный процесс, то есть кислород, который в воде растворен, им же там дышат рыбы, этим растворенным в воде кислородом, он выделяет через эту поверхность раздел и попадает внутрь этого пузырька. И вот он, этот самый паучок-то, он просто создал себе пузырек этот, построил его. Чем этот пузырек больше, чем ему там дышится легче, тем быстрее выделяемый ему углекислый газ уходит в воду, и тем быстрее нужный ему кислород из воды выделяется. Вот. И все, он прекрасно там живет. Представляете как? То есть это такая маленькая модель, скажем так, дыхательного аппарата. В принципе говоря, у нас у каждого есть элементы этого аппарата. Вот когда мы дышим, мы вдыхаем воздух, воздух поет в легкие. Легкие изнутри покрыты слизистой оболочкой. Ну, некая слизь на базе воды, на базе H2O. И вот наш кислород-то как раз, который в воздухе содержится, начинает в этой слизи растворяться. А потом из этой слизи переходит туда, в клетки, да, просачивается в кровь. И кровь подхватывает это кислород, молекулу кислорода и тащит его по всему организму. Вот тот же самый процесс происходит и здесь, только немножко в других масштабах и под другим, как говорится, знаменем. Не в кровь попадает, а просто вот в эту сферу, а в которой паук уже спокойно себе дышит. Вот так. Вот так живут пауки-то. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ. До свидания. Удачи.